Всем привет! Гороскоп на 22 февраля 2022 года. Для всех знаков зодиака. Идёт третья фаза Луны. Как и вчера, Луна в знаке Скорпиона. Весь день продолжается 22 лунный день. 22 лунный день. Спокойный, приятный день, проходящий под символом слона, олицетворяющего мудрость. Это день получения знаний, день работы с истоками, обращения к своим корням. Благоприятный период для переосмысления своего прошлого опыта, подведения итогов. 22 день лунного месяца информационно очень насыщен. Буквально повсюду вы можете увидеть различные знаки, а возможно и найти ответы на свои вопросы. Это могут быть случайно оборонённые фразы, приметы, складывающиеся вокруг вас ситуации, попавшиеся на глаза строчки из газет, журналов, интернета и т.д. В этот лунный день ваша чувствительность и интуиция значительно выше, чем в предыдущие дни. Это даёт великолепную возможность прислушаться к себе. В такие моменты приходит наитие, откровение, тайные знания. Если вы открыли для себя что-то необычное, доступное пониманию другим, хорошо сегодня поделиться полученными знаниями. Этот день как нельзя лучше подходит для передачи опыта другим. При этом крайне рекомендуется избегать самодовольства и заносчивости. Помимо обретения мудрости и проницательности, в 22 лунный день происходит подъём на творческом и духовном плане. Энергетику дня лучше всего использовать в созидательных целях. Хорошо уделить внимание духовному развитию и самосовершенствованию, поощрять в себе проявления таких качеств, как альтруизм, щедрость, терпение, благоразумие, справедливость, избавляться от лжи и гордыни. Считается, что в этот лунный день нельзя заниматься рисованием и живописью, так как, согласно приметам, это может привлечь несчастье. Здоровье и питание. Сегодня полезно насыщаться и есть столько, сколько захочется. Поэтому не стесняйтесь посещать или устраивать застолье. Не отказывайте в себе ни в чём. Употребление алкоголя тоже допустимо. Есть лучше растительную пищу. Уязвимые части тела – тазобедренный сустав, крестец, нижняя часть позвоночника. В связи с этим не рекомендуется совершать резких движений. Возникшая сегодня болезнь может затянуться. Нередко болезни оказываются хроническими. Для скорейшего исцеления важно выбрать хорошего врача и сотрудничать с ним. Любовь и отношения. Много общаться с людьми сегодня не стоит. Окружающие склонны к притворству, лжи или манипулированию. Беседы вряд ли будут плодотворными. Вовлечённые в разговор люди неохотно обмениваются мыслями. Не рассчитывайте на бескорыстную помощь. Проводить переговоры не рекомендуется. От выяснения отношений тоже по возможности лучше воздержаться. Для общения со своими близкими и родными людьми день также неблагоприятен. Работа и творчество. Деловые контакты рекомендуется ограничить. Никаких серьёзных дел начинать сегодня нельзя. Занимайтесь несущественными или мелкими вопросами. Операции с торговлей и недвижимостью лучше перенести. Забудьте и о судебных разбирательствах. К начальству с вопросами и предложениями сегодня лучше не подходить. Вообще рекомендуется сократить количество контактов на сегодняшний день. Если вы чувствуете, как у вас зарождаются негативные эмоции, постарайтесь держаться. Не начинайте путешествие в этот день. Не меняйте место работы, не отправляйтесь к командировке. Пусть день пройдёт тихо и размеренно. Сад, огород. 22-й лунный день благоприятен для садовых работ. Земля на стадии вдоха. Жизненные соки растений стремятся от верхушки растений назад к корню, наполняя их силой и энергией. В результате чего начинается интенсивный рост корней. В этот период хорошо сажать и собирать корнеплоды. Не рекомендован в этот период обильный полив, так как потребление воды растениями снижено. Хорошо в это время проводить подкормку и удобрение почвы. Благоприятное время для обрезки и прививки деревьев. К рекомендациям на этот период относится прополка сорняков, прореживание всходов и борьба с вредителями. Во время убывающей луны также можно собирать плоды, предназначенные для длительного хранения и сушки. Выкапывают луковицы цветов, обрезают усы. Не рекомендуется срывать плоды и зелень для немедленного употребления. Подходящее время для уборки листьев и ботвы. При этом листья и небольшие ветки нежелательно сжигать. Их рекомендуется складывать вокруг дерева, создавая естественный перегной. При уборке сада желательно осторожно обращаться с садовым инвентарем, чтобы не повредить корни и побеги. Это может привести к заболеванию или даже гибели растений. Чтобы не пропускать ежедневные гороскопы, обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем удачного и благополучного во всех отношениях дня. Ставьте лайки, пишите комментарии и будьте здоровы! Ваш Палар Волф